Казахстан накануне важного государственного праздника Дня Конституции. В Конституции Казахстан провозгласил себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которой является человек, его жизнь, права и свободы. Все поправки, которые вносились в основной закон страны, направлены на укрепление этих принципов. Особо знаменательные изменения, внесенные в 2022 году. Последние поправки в действующую Конституцию были приняты на всенародном референдуме 5 июня 2022 года. Они ознаменовали собой начало нового этапа в развитии страны – формирование нового справедливого Казахстана. Проводошел переход в президентскую республику с сильным парламентом и подотчетным правительством. Утверждена законодательная инициатива Касымжумар Татукаева об однократном президентском сроке на 7 лет. Третий раздел Конституции посвящен президенту страны. Раньше президент мог избираться на срок не более двух раз, и это ограничение не применялось в отношении первого президента. На сегодня исключен пункт об участии в выборах первого президента. Теперь президент избирается на 7 лет не более одного раза. Введен также запрет на членство в политической партии на период осуществления своих полномочий для президента и высших государственных чинов и ряда государственных органов. В обновленной Конституции провозрошено, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Вместо пропорциональной избирательной системы введена смешанная, что расширяет возможности представительства интересов различных социальных групп в законодательном органе. Возрожден Конституционный суд, куда за защитой своих прав и свобод может обратиться любой гражданин страны. Введен окончательный запрет на смертную казнь. В 15 статье Конституции сказано о том, что каждый имеет право на жизнь. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Раньше у нас была смертная казнь, затем был введен мораторий. Согласно внесенным изменениям, смертная казнь запрещена. В Уголовном кодексе она заменена на пожизненное заключение. Проводимые в рамках Конституции политические преобразования в стране, обновление модели управления государством, по мнению экспертов, способствуют эффективному функционированию всех институтов власти, развитию национальной экономики. Вместе с тем, они расширили участие граждан в управлении страной, усилили механизмы защиты их прав и свобод. Продолжение следует...